Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем добро, йоу! Парни, всем привет! Вы на канале GrandTuning. Сегодня к нам приехала любимая, одна из самых любимых машин всех тонировщиков. Это Audi. Бочка Audi 80. Так, вот что хотел показать. Слава Богу, нам нужно затонировать только только заднее стекло. О, блин, оно реально здоровое. Сейчас будем его формовать. Я говорю, дружище, давай мы же по тебе сразу и боковые переклеим, коль ты уже сюда приехал. О, он говорит, да не, пацаки, давайте поклеим пока заднее. И там дальше будем посмотреть. Ну я думаю, хорошо, боковые стекла не будем перетонировать, расклеивать. Ну чё, парнишки, поехали тонировать эту бочечку. Значит, сегодня, какой у нас прикол? Сегодня у нас будет Audi 80 против SolarGuard Titanum. Я думаю, для SolarGuard Titanum это не станет какой-либо проблемой отформоваться. Но это стеклышко. Короче, формуем полностью на сухую. без мыла, без брила. Делаем одну полосочку. Мокренькую. Теперь Алекс мне поможет. Поможет. Блин, здоровянный такой кусок пленки. Натягиваем. Так, уложили, уложили пленку, но я не скажу, что здесь такие большие прям козлы. Ну хотя, хотя, хотя нормальные. Да, такие. Пойдет. Ну меня самому, ребят, интересно, правда. Интересно, как это все у нас сейчас залетит. А я уверен, зайти нормально. Поехали. SolarGuard Titanum против Audi 80. А? SolarGuard Titanum против Audi 80. В бой! Таран-таран-таран-таран-таран-таран. Так, ладно, все, на что сверху формовать? Не знаю, ну давайте давайте на что-то сверху, раз уже начал. Сейчас кем-то чуть-чуть прогреется? Текло только очень высокое, А блин. Ещё бы, конечно, очень хотелось попробовать сделать или Nissan Micro, или Volkswagen New Beetle, этот, джук. Там, говорят, тепло вообще у него кругленькое, прям конкретно. Но я почему-то думаю, что для SolarGuard Titanium это не составит большой проблемой. Потому что я уже рассказывал, я только эту пленку, только салагарку, там он смог положить на Renault 25. Это такая, мне кажется, самая конченная, самая тяжелая машина, которая у меня была. Там тепло даже такое будет побольше, чем здесь. И очень завернутая, очень завернутая. Салагарка. Ну, можно сказать, половину, да, сформовал. Но каких-либо трудностей с формовкой заднего стекла, ну, я не заметил совершенно, как бы, всё прям, ну, как будто бы какого-нибудь олярица формую. Только стекло чуть-чуть побольше, и всё. Но это, наверное, я уверен, что это потому, что пленка такая, каким-нибудь кайлоном или ещё какой-нибудь шляпой. Я думаю, я бы это стекло не отформовал. А здесь тут, ну, играешь, играешь, можешь сказать, вообще прям, раз-два, и всё. Ну, вы сами видите. Так что, ребята, кто тренировщик, я бы вам очень советовал иметь у себя в арсенале премиум плёнку. Именно премиум плёнку. Может быть, там кто-то скажет, что да она никому не нужна. Даже если блеет вот такая машина, а ты раз достал и отформовал её без проблем. Соответственно, сказав хозяину, что машина сложная, допустим, в формовке, и что простой дешёвый опрёлку, и сделать не получится. И всё, и катаем титаном, лёгенько, не напрягаясь. Вот, смотрите, это почти стекло сформовано. Я-я-я-я, я не заметил какой-либо, какой-либо сложности с этим стеклом совершенно. Я-я-я-я-я. Все, ну, реально, как дети в школу. Ну, все? Отфармовали? Сколько времени прошло? 6 минут, да? Ну, это я, грубо говоря, не торопился, не спешил. Да, немножко отвлекали. Все. Это я еще не, пленку еще не подрезал, да? Вот она где? Вот, то есть, правда, правда, очень, очень эффективно эта пленка формуется. Я очередной раз приятно удивлен. Отформовалась, вы вот увидели как. Вообще без проблем каких-либо. Хотя там были комментарии от парней, что когда слышу, что едет ауди-бочка, сразу там куда-нибудь бери и хавайся. Я каких-либо, ну, нет у меня таких боязней. Ты все светишь уже? Да. Таких какие-то боязни у меня уже нет по поводу этой бочки. Сейчас вот, когда чувак прозвонил и сказал, сейчас будет бочка на тонировку. Я думаю, о, крутенько, запишем нормальненький видосик и очередной раз покажем всем, что такое SolarGuard Titan. Это реально крутейшая премиальная пленка, пацаны. Она работает, отвечаю. Так, парень, ну что, настало время. Короче, реально стекло такое получается глубокое. Сюда нужно очень длинные руки, чтобы добраться. Вот. И поэтому мы решили сделать методом трубочки. Я еще трубочки никогда не заносил такое стекло. У меня таких не было. Заносили его вдвоем. Вот здесь, думаю, уже попробую. Раз пошла такая пьянка. Побрызгали стекло. Брызгаем лайнер, потому что он может быть статическим и как при отрывании пыль может лететь. Все, отрываем половину лайнера. Убираем. Ну, я думаю, все наши подписчики видели уже этот метод, но не видели его на этой Audi. Я, если честно, и сам не видел. Так себе пока слабенько представляю, как это будет сейчас все выглядеть. Но постараемся сделать. Стекло, конечно, внутри там очень покоцанное. Машина старая, по ходу, по ходу варилась, переварилась. Да что ж будешь делать, руки мокрые. По ходу варилась, переваривалась не один раз. И действительно, все стекло в Акалинах. Все стекло в Акалинах. Очистили, отмыли, как смогли. Саня около минут сорок потратил на то, чтобы отпидорить это заднее стекло. Так, теперь нужно свернуть ровную трубочку. Короче, свернули ее в трубочку. Оставляем примерно вот такое расстояние. Брызгаем стекло. Да, такая, правда, не очень неудобная машина для тонировки. Ну, ничего, как пел крокодил Гена. Неприятность эту мы переживем. Блин, очень реально, очень далеко, очень глубоко. Просто жесть. Так, я еще столько проигрался, столько, блядь, ее пока, пока выставил. И начинаем разворачивать нашу трубочку. Блядь. 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 Фух, такая задача была, задача была не из легких. И там еще стекло получается в упор, да, сюда. Ага, нет, нормально. Фух, реально, парни, я вспотел, пока я его сюда засовывал. Все мешает, подголовники мешают, полка мешает, а она не снимается. Если начать, блядь, снимать это сиденье, эту полку, то нужно разобрать нахер пол машины, это потом нужно вымыть ее всю. А потом вообще, блядь, сказать, все, я запарился, она бесплатная, забирай, больше не приезжай нахер ко мне. Нет, ну у нас не так, у нас вот понормально. Начинаем. Начинаем выгонять, да? Да так я оставляю, чтобы как-то сочеталось с боковыми стеклами, я не знаю. Говорю, так я оставляю, чтобы как-то сочеталось с боковыми стеклами. Да, вот иди сюда. Можно тут и дай, ну так, так и оставить, чтобы оно с боковыми стеклами хоть как-то сочеталось, ехте. Нормально, нет. Да, идея, конечно, хорошая, но не очень, потому что solar garden, там, должен выглядеть везде идеально. И даже на таком динозаврике. Что-то я взял вот этот Blue Max на синенький, я тут ни хера им не достану, но я наверх, до низа, то есть. Да, тебе желтенький. Ну сейчас, возьму, снимаю. Не, надо что-то подлиннее. Мне кажется, я его накидывал дольше, чем формовал бы. Ага, смотри, там сильно с правой стороны не усердств, там же окалины. А, что, не прорвать? Ну да. Вот. Фу, блин, прикумарила меня она. Так, ну теперь надо чуть-чуть подсушить и... Подсушить и BigFood. Парни, я примерно понимаю, почему у меня сейчас такое нормальное приподнятое настроение. Потому что я знаю, что мне не нужно тонировать и перетонировать вот этот шлак, вот эту шляпу не нужно перетонировать, понимаете? Вот, вот. Она так и дальше будет тут ездить. Но зато задняя стеклочка будет заклеена саларгар титаном 6. Круто? Самому нравится. Затонировали заднее стекло, блядь, на этом драконе. Я сейчас... Нужно уехать. Тут сейчас Саня остается. Будет его... Тут немножко надо добить. Вот такой маленький, а? Козельчики. Есть. Вот эта сторона была вообще ушатанная. Кто-то резал, вырезал или что. Тут именно все вот в такую точку. Короче, все в точку. Ну, тут реально прям окалины, конкретные окалины здесь. Но в целом, в целом получилось нормально и недолго. Конечно, очень плохо, что эта машина варилась и неаккуратными, неаккуратными рукожопами, что они стекло не прикрыли. И вот теперь нам из-за этого больше работы. Но ничего. Все получилось отлично. Подпишись на меня, моего братана, подпишись, он будет красный, будет классно у тебя. Йоу! Йоу!